Это программа «Налоги». Я Лариса Катышева. Здравствуйте. В весенней сессии Государственная Дума приняла ряд законов, которые вносят изменения в налоговый кодекс в части налогообложения имущества. Как будет выглядеть эта налоговая донастройка? Обо всем этом мы поговорим сегодня с Алексеем Лащеновым, начальником управления налогообложения имуществов НС России. Он с нами на связи буквально через пару минут, но пока традиционно несколько цифр. 19 миллионов граждан России перестали быть должниками по налогам с момента введения единого налогового счета. На 1 миллион за тот же период стало меньше налоговых должников среди организаций. Одновременно в три раза сократилось количество случаев применения мер принудительного взыскания. В целом же, по оценкам Федеральной налоговой службы, долги по имущественным налогам, которые поступают в региональные и местные бюджеты, сократились на 31%. 181 миллиард рублей поступит в бюджет в этом году, в виде налога на доходы наиболее состоятельных граждан России. Такой прогноз опубликовало Министерство финансов. Речь идет о повышенном НДФЛ на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год. Ожидания Минфина основаны на скорректированной оценке роста реальных располагаемых доходов. Если раньше предполагалось, что этот параметр составит 2,8%, то теперь речь идет о том, что российские налогоплательщики заработают на 5,2% больше, чем в прошлом году. 50 миллиардов рублей в год принесет бюджету Российской Федерации легализация майнинга криптовалют после окончательного принятия закона о регулировании этой деятельности. Такую оценку высказали сразу несколько экспертов. По оценке крупнейшего оператора майнинговых дата-центров Битривер, которые приводит коммерсант, в прошлом году в России было добыто 54 тысячи биткоинов на сумму 3,5 миллиарда долларов. По этому показателю Россия заняла второе место в мире, уступив только США. Итак, прямо сейчас с нами на связи Алексей Лощунов, начальник управления налогообложения имуществов НЭС России. Алексей, добрый день. Здравствуйте, Лариса. В самом конце весенняя сессия приняла ряд законов, которые меняют порядок расчета имущественных налогов и ставки. Давайте смотреть, что меняется и для кого. Давайте разберемся. Во-первых, повышены ставки для так называемой дорогой недвижимости. Что такое дорогая недвижимость в России и как выглядят ставки сейчас? Речь идет об объектах недвижимости, когда строя стоимость которых превышает 300 миллионов рублей. По налогу на имущество организации, по налогу на имущество физических лиц в отношении таких объектов верхние пределы значения налоговых ставок повышаются от 2 до 2,5%. Я напомню, что налоговые ставки по таким объектам определяются в соответствии с налоговым кодексом, законами субъектов Российской Федерации по налогу на имущество организации и муниципальными нормативно-правыми актами по налогу на имущество физических лиц. Есть такая аббревиатура ИЖС – индивидуальное жилищное строительство. Есть участки, которые под такое строительство выделяются. Но иногда такие участки используются для коммерческой деятельности. И если раньше это было не важно, то сейчас это важно. Что поменялось? Ну, действительно, Лариса, в том федеральном законе, который мы сейчас с вами обсуждаем, предусмотрены изменения в налоговом кодексе, в 394-й статье. Эти изменения связаны с тем, что если земельный участок используется для предпринимательской деятельности, а его разрешено использование для индивидуального жилищного строительства, то ставка налога будет повышена. Если он используется по целевому назначению, ставка в предельном значении сегодня составляет 0,3%. Если же такой земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, используется в предпринимательской деятельности, например, для размещения гостевого дома, объектов автосервиса, объектов бытового обслуживания населения, то предельное значение налоговой ставки для такого земельного участка будет уже 1,5% от кадастровой стоимости. То есть в таком случае на льготное налогообложение собственнику этого земельного участка уже рассчитывать не приходится. Ну а для того, чтобы вновь применить пониже налоговую ставку, необходимо просто возобновить использование такого земельного участка по целевому назначению для размещения индивидуального жилого дома. Алексей, давайте теперь поговорим не о ставках, а о процессе администрирования и процессе уплаты налогов. Первый вопрос может показаться неожиданным. Но вот может быть такое, что в какой-то год уведомление об уплате налогов вообще к вам не придет? Да, Лариса, вы совершенно правы. В налоговом кодексе предусмотрены исключения из общего правила по направлению налоговых уведомлений за истекший налоговый период. Так, если сумма налогов в налоговом уведомлении менее 100 рублей, то налоговое уведомление по общему правилу направляется один раз в три года. Ну, за рядом исключений. Так вот, для того, чтобы расходы на администрирование не превышали сумму налогов, указанных в налоговом уведомлении, недавно Государственная Дума 23 июля приняла поправки в налоговое законодательство, в соответствии с которым эта сумма увеличивается со 100 до 300 рублей. Итак, еще раз. Если в налоговом уведомлении сумма налогов составляет менее 300 рублей, то в этом случае налоговое уведомление направляется не каждый год, а один раз в три года за соответствующий налоговый период для налогоплательщика. ФНС вообще много чего делает без участия налогоплательщиков в части расчета налога. И для того, чтобы обеспечить этот самый проактивный и беззаявительный порядок, вы обмениваетесь информацией с другими ведомствами. С кем уже сейчас обмениваетесь и с кем планируете наладить такой обмен в ближайшее время? Вы правы, Лариса. Для администрирования налогов на имущество мы используем информацию из различных источников. Более 15 федеральных органов исполнительной власти нам на постоянной основе направляют сведения как об объектах недвижимости, так и о транспортных средствах. Для того, чтобы применять налоговую льготу, мы в настоящее время проактивно обмениваемся через систему безведомственного электронного взаимодействия различными сведениями о льготниках. Ну, например, сведениями от органов соцзащиты в отношении лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, сведения из органов Росреестра, в отношении объектов, которые относятся к хозяйственным постройкам, сведения из органов Министерства обороны, ну и ряд других случаев. Тот федеральный закон, о котором мы с вами сегодня говорим, принятый Государственной Думой 23 июля, он предусматривает расширение этого информационного взаимодействия. В частности, в ближайшее время будет организован информационный обмен с органом Минсельхоза России о предоставлении информации о самоходных машинах и других видах техники на федеральном уровне. В настоящее время такие сведения получаются налоговыми органами по субъектам Российской Федерации от местных инспекций Гостехнадзора. Ну и также мы расширяем информационное взаимодействие с органами Социального фонда России, будем в ближайшее время получать информацию о многодетных семьях, о родителях и законных представителях в этих семьях для того, чтобы также проактивно применять налоговые льготы по налогам на имущество. Алексей, иногда налоги перерасчитываются. Почему это происходит и как будет выглядеть порядок перерасчета сейчас? Кажется, он меняется. Да, принятым Государственным Думом и федеральным законом совершенствуется процедура перерасчета налогов. Но вы спросили вначале, в каких случаях проводится перерасчет налога. В первую очередь, это возникновение тех обстоятельств, о которых налоговые органы не имели информации до начала формирования налоговых уведомлений. Ну, скажем, сформировано налоговое уведомление, отправлено налогоплательщику, не пришла информация о льготном статусе, налогоплательщик к нам обращается, представляет документы основания, проводится перерасчет налога. Таких случаев в целом, по той статистике направления налоговых уведомлений, а мы ежегодно направляем порядка 70 миллионов налоговых уведомлений, минимальное количество – это менее 1% от общего объема расчетов. Но, тем не менее, такие случаи присутствуют. Изменение информации о льготном статусе налогоплательщика, о налоговой базе, например, в случае оспаривания кадастровой стоимости, установления в размере рыночной, ну и в иных ситуациях. Как будет организована процедура перерасчета налогов с 1 января 2025 года? Вводится отдельная форма заявления о перерасчете. Для того, чтобы налогоплательщику было удобно, все необходимые реквизитные составы данных сконцентрированы в одном документе. Кстати, это заявление можно будет и подать через многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг, либо в любой налоговый орган по экстерриториальному принципу, а равно через личный кабинет налогоплательщика. Заявление будет рассмотрено, и по результатам перерасчета будет принято одно из решений, а именно уведомление о перерасчете налогов, либо мотивированное сообщение об отказе в перерасчете. Так вот, если перерасчет все-таки состоится, то есть позиция налогоплательщика после проверки налогового органа будет поддержана, то в этом случае будет сформировано налоговое уведомление уже соответствующим дополнительным разделом перерасчета. Но что важно? Важно, что в этой ситуации, если все-таки останется обязательство по уплате налога, изменяется срок уплаты. Значит, срок уплаты будет установлен как 28 число третьего месяца, после месяца, в котором сформированы налоговое уведомление с перерасчетом. Волноваться не нужно. Дополнительный раздел с перерасчетом и с установлением нового срока уплаты после 1 января 2025 года налогоплательщики также будут получать от налоговых органов. Алексей, с 2025 года органы госземнадзора и муниципального земельного контроля должны передавать ФНС сведения не только об уведомлениях, об устранении определенных нарушений, но и иную информацию. О чем идет речь? Что это такое? Что это будет на практике? Дело в том, что в ряде ситуаций расчет земельного налога зависит от фактического использования по целевому назначению земельных участков. Классический пример. Сельскохозяйственное угодие, предназначенное для сельскохозяйственного производства, используется пониженная льготная налоговая ставка, не превышающая 0,3% от кадастровой стоимости, если такие земельные участки, как я и сказал, используются по целевому назначению. А если нет, если такие земельные участки заброшены, или они не используются по целевому назначению, то в этом случае пониженная льготная налоговая ставка не применяется, а земельный участок облагается по ставке 1,5%. Вот для того, чтобы налоговому органу понять, используется ли вот это условие для применения льготного налогообложения, установлен в соответствии с кодексом информационный обмен между органами госземнадзора, Росреестр, Росельхознадзор, органами муниципального земельного контроля и налоговыми органами. В настоящее время мы получаем информацию только о вынесенных предписаниях об устранениях нарушения земельного законодательства. Но этого недостаточно. Сведения, как показала практика, о использовании земельных участков не по целевому назначению содержатся и в других документах. Ну какие это документы? Например, постановление о назначении административного указания, акты обследования земельных участков, проведенные органами муниципального земельного контроля в установленном порядке, судебные решения и ряд других документов. Теперь федеральным законом предусмотрено предоставление в налоговую службу полного объема сведений для того, чтобы налогообложение было более эффективным и справедливым. Ну и налоговые льготы давайте обсудим. Они появились теперь у участников СВО и членов их семей. Да, я напомню, Лариса, в начале года поручением президента предусматривалось правительству разработка соответствующего законопроекта внесения изменений в налоговый кодекс по предоставлению таких налоговых льгот. Государственная Дума 23 июля соответствующий закон приняла. Этим законом предусматривается предоставление льготы для участников специальной военной операции и членов их семей. Есть ряд нюансов, давайте о них поговорим. Первое, на что я обращаю внимание, льготы будут предоставляться по налогу на имущество физических лиц в отношении одного объекта определенного вида. Ну, скажем, одной квартиры, одного жилого дома, одной хозяйственной постройки, одного гаража или одного машинного места. Второе, на что обращаю ваше внимание, что льгота будет предоставляться независимо от периода участия в течение года в специальной военной операции. То есть, если военнослужащий участвует, например, два месяца, льгота, тем не менее, будет предоставляться за полный год. Третье, на что обращаю внимание, если заявление о предоставлении льготы не представлено в налоговый орган, понятно, по каким достаточно затруднительным причинам, льгота будет предоставляться проактивно. Ну и, наконец, четвертое. Льгота будет предоставляться за предшествующие налоговые периоды. То есть закон в этой части вступит в силу, начиная с налогового периода 2022 года. То есть как только мы получим информацию о льготниках, мы не просто посчитаем налоги с учетом этой льготы за 2023 год, но и проведем перерасчет налогов за 2022 год. Спасибо большое. Алексей Лащенов, начальник управления налогообложения имуществом ФНС России, был с нами на связи в программе «Налоги», где мы обсуждаем налоговое законодательство и налоговую практику, также налоговую донастройку. До встречи!